1 декабря – дата в календаре, которая уже 8-й год особенная для всех казахстанцев. Сегодня один из самых молодых праздников – День первого президента Ельбаса Нурсултана Назарбаева. Личности, которая сыграла ключевую роль не только в истории нашей страны, но и всей мировой политики. Человек, который принимал непосредственное участие в самых заметных политических событиях последних трех десятков лет. У него просят советов, к его мнению прислушиваются мировые лидеры по самым острым вопросам. А наша молодая столица превратилась не просто в ультрасовременный мегаполис, а стала международной диалоговой площадкой для встреч на самом высоком уровне. 2017 год по инициативе и во многом благодаря усилиям Нурсултана Назарбаева в столице Казахстана впервые за столом переговоров оказались лидеры противоборствующих сторон сирийского конфликта, правительство ближневосточной страны и вооруженные оппозиции. До этого они могли видеть друг друга лишь в перекрестии оптического прицела. После семи тяжелейших раундов обсуждений сторонам удалось значительно снизить градус напряжения. Это было сразу исключительно с личностью нашего лидера, президента Назарбаева. Годом позже Нурсултан Назарбаев принимает участие в разрешении еще одной напряженной ситуации, на этот раз между Турцией и Россией, когда в небе над все той же Сирией турецкими ВВС был сбит российский фронтовой бомбардировщик. Нурсултан Назарбаев отреагировал на взрывоопасную ситуацию незамедлительно, сделав все от него зависящее, чтобы не допустить эскалации конфликта. Тогда опять-таки, будучи имея очень тесно партнерские отношения, как с президентом Сурции, так и с президентом России, выступил посредником в нормализации отношений и сыграл, в принципе, ключевую роль. К тому моменту за плечами Нурсултана Назарбаева был колоссальный опыт содействия разрешения геополитических конфликтов. Еще в 1991 году он внес свой посильный вклад в дело примирения сторон Карабахского конфликта, поскольку имел огромный авторитет на постсоветском пространстве. Безупречная репутация дальновидного и прагматичного политика сыграет свою роль и в снижении напряженности в Украине. Главное было запустить переговорный процесс. Был сформирован нормандский, во многом сформирован нормандский формат, благодаря которому удалось достигнуть определенной активизации ситуации. И начались с первым открылась дорога для аминских переговоров. То есть здесь Нурсултан Назарбаев играл ключевую роль. А именно его авторитет, международный авторитет, а также его доверительные отношения с ключевыми мировыми лидерами. За годы независимости Казахстан принимал участие не только в урегулировании конфликтов, а выступал за то, чтобы и вовсе их не допускать. К примеру, так было с Тегераном, когда Нурсултан Назарбаев посодействовал в разрешении ситуации вокруг иранской ядерной программы, предложив диалоговую площадку для переговоров. Они проходили в Алматы. Как подчеркивают эксперты, и после сложения полномочий главы государства, первый президент Казахстана продолжает внимательно следить за ситуацией в мире. К нему обращаются за советами по самым острым проблемам международной повестки. А сам Нурсултан Назарбаев, как истинный миротворец, желает, чтобы таких вопросов глобальной безопасности становилось как можно меньше. Хабар, 24.